На сегодняшнем времени направление эндокринологии и физической активности во всем мире является одним из направлений для врачей спортивной медицины. У нас так случилось, что врачи спортивной медицины это направление не очень хорошо знают. По разным причинам, тут не будем углубляться, есть специалисты, которые занимаются очень подробно, ну и единичное количество вообще во всей России. Хотя пишутся за границей такие книжки, учебники, которые по сути дела фундаментальную работу, уже достаточно что-то много, что-то изучено, что-то не изучено. В физической активности и вообще в спорте очень сложно что-то изучить до конца по одной лишь причине, что там не работает принцип рандомизированных клинических исследований, то есть это в основном какие-то обсервационные исследования, сравнивается, например, одна группа, которым дает, например, такой тип нагрузки, а другому дает другой тип нагрузки. И это очень сложно проводить на уровне профессиональных спортсменов особенно, потому что профессиональные спортсмены это люди, которые занимающиеся профессиональным спортом, им тяжело брать кровь по разным причинам, у них есть строгий график, они не могут вписываться в эти исследования и так далее. То есть это создает определенные сложности в плане исследований. Однако, и поэтому если вы смотрите исследования, вы не удивляетесь в физической активности, эндокринологии очень мало, маленькие выборки. 20 человек обследовали, 30 человек обследовали, сравнили и так далее. Вообще 5 может такая ситуация. И на основании этого делаются какие-то выборы. Понятное дело, что чем мощнее выборка исследований, тем более будет эффективнее результат изучения. Поэтому, когда вы читаете, может быть, литературу, вы можете замечать такую информацию. В одних исследованиях показали изменение гормона роста под влиянием, в других падение. В одних исследованиях у велосипедистов так реагировал гормон роста или кортизол. У других велосипедистов по-другому реагировал. В конечном итоге все равно пытаемся как-то обвинять. И благодаря вот таким семинарам, за границей, в России, мы стараемся хотя бы какую-то информацию вам представить более объективно. Все, что я сегодня буду говорить, имеет научные какие-то результаты, да, соответственно, или научные доказательства. Ссылочки будут всегда представлены внизу, соответственно, поэтому, если у вас будет желание почитать про это, вы можете пойтись по ссылкам, они, в принципе, в большей части доступны, если появятся вопросы, там, в конце, может быть, иногда, например, мне слушатели задают вопрос лично, то есть, как бы на что отложить внимание и так далее. Поэтому потом уже разберемся, как лучше всего построить процесс дальнейшего изучения материала. Для чего это вам нужно будет знать? Я вас уверяю, для креологии фитнес недооценены направления. С одной стороны, там много чего понятно, а с другой стороны, я бы вам советовал бы все такую информацию изучить. Вы же поняли, что сейчас в фитнес-индустрии есть одна некоторая особенность. Фитнес-индустрия и вообще в целом фитнес-тренеры, они начинают попадать в так называемые междисциплинарные направления. Например, работа с ожирением, которая будет все больше и больше процветать в Российской Федерации. А там напрямую взаимосвязь на синдокринологии, то есть, это нужно понимать. Это работа на уровне, там, подготовки, набора массы, да, соответственно, или подготовки в циновательный период и так далее. То есть, это имеет большое значение. Поэтому знание информации, это позволит вам увеличить эффективность тренировочного процесса, да, достигнуть результатов более высоких. Естественно, вы не думаете, что если вы прошли семинары, то сразу же там у вас результаты у всех спортсменов будут там идеально повышаться и так далее. Понятное дело, что это будет общая информация, которая позволит вам хоть как-то адаптировать ваш тренировочный процесс под ваши соответствующие необходимости и цели, на которые вы будете стоять. Значит, естественно, это вторая задача для того, чтобы восстанавливать спортсмена, чтобы он или не спортсмен отдан. Если вы работаете в фитнес-направлении, слово клиент, да, в основном больше для вас присутствует, да. Хотя вот для нас я буду иногда, может быть, оговариваться, пациент, да, то есть я потому что все-таки клиницист, и у меня много... Хотя мы, я еще раз говорю, что я еще работаю со спортсменом, у меня направление, правда, оно больше связано с игровыми видами спорта и силовыми, и боевыми видами спорта. То есть поэтому у меня есть и опыт работы, большой опыт работы именно с игровиками, это хоккеисты, футболисты, соответственно, и большой опыт работы именно с бойцами, да, то есть которые выступают, в основном смешанный набор. Поэтому то, что я буду говорить, тоже оно мне как бы имеет какое-то для меня, ко мне какое-то значение. Значит, поэтому это необходимо для восстановления ваших спортсменов. Конечно же, самая большая проблема современности – это проблема перетренированности. Я вас уверяю, она встречается практически больше, чем в половине случаев спортсменов профессиональных и не линии спортсменов. С этим никто не понимает, как полноценно бороться, но мы постараемся в конце какой-то резюме сделать, то есть как вы можете избежать, соответственно, перетренированности у ваших клиентов или у ваших спортсменов, которым вы работаете, которых готовите. Понятно, что мы не работаем на уровне сборников, но, тем не менее, ой, насчет сборников, тут вообще не разговор, там как раз перетренированность вообще на каждом шагу, то есть там вообще не умеют работать спортсмены, и вот этот на огонь все прокатит, это уже давно понятно у нас в российском спорте, к сожалению, не хотелось бы, конечно, на это комментировать, но вот так и есть. Понижение травматизма, соответственно, опять-таки, перетренированность спортсменов – вероятность высокой травматизации, и в результате чего вы получаете то, что получаете. Он долго восстанавливается, а еще реабилитация, если плохая, она плохая, чуть лише всего, не такая, которая необходима. В конечном итоге мы получаем серьезные проблемы, это не касается опорно-двигательного аппарата. Опорно-двигательный аппарат – самый простой вариант, есть травматизация. Вопрос травматизации и развития определенных заболеваний касается даже развития инфарктов, инсультов на фоне тяжелых тренировочных, 20-23 годов. Неоднократно уже об этом говорили, когда, например, у меня тут несколько, да, было тут болисть. Мы говорим, эти тренировочные процессы неправильно выстроили, у тебя уже перетренировка происходит, а ты начинаешь еще больше усиливать физическую активность. У меня и тренер. Соответственно, он говорит, а я хочу там, например, как-то изменить, не тренировочные процессы, а какие-то препараты использовать, которые решат все мои проблемы. Я говорю, не решат они тебе проблемы никаким образом, они еще больше истощат тебя, через какое-то время тебе будет все хуже и хуже. Ну, как воду смотрели, вот этих несколько спортсменов с инфарктами, там, в алмазовых нам поступает, соответственно, потом, Николай, с вами что мне делать? Я говорю, ничего, кардиоабилитация снимается. Неизвестно, что с чем это заканчивается. Таких футболистов, понимаете, мы это смотрим на топовых футболистов, которые там прошли эти все этапы, а сколько ребят оттелутся, вот как у нас в хоккей, говорят. Да, то есть они говорят, слушай, за тобой стоит 10 человек, ты тут там, знаешь, пахай, пошли-то еще сказать, сколько хочешь там. Не то, что он там, ребята 17-летние, все перетренированные, все с ума сходятся, тяжело, а они говорят, за тобой еще 10 человек стоит. Поэтому, конечно, мы должны понимать, что травматизация – это развитие определенных тяжелых заболеваний. Ну и, конечно, это в принципе здоровье, да, то есть мы, вы как в фитнес направлении, мы должны обеспечивать не тяжелыми физическими нагрузками истощения резервных способностей организма, обеспечения, чтобы человек себя чувствовал благоприятным. И, учитывая, что физическая активность – это стресс, правда же, это же не, скажем так, ну нет, короче, да, физическая активность – это стресс, но есть определенные фазы, вам говорят об этом в рамках этого и курса обучения, и вам не раз, наверное, вот читали эту информацию в любой литературе, наша задача – перевести после такого стресса организм в систему адаптации, а не в дезадаптацию. Если мы дезадаптируем организм в качестве токи, мы получим то, что мы получим. Как минимум, перетренированность, как максимум качестве токи заканчивания спортом, и человек, в принципе, в природе это вообще гибит, да, соответственно, организм, а поэтому нужно понимать, что это как лошади гибнут, да, соответственно, при тяжелом физической активности. Да и вообще полное понимание эндокринологии, для чего она нужна непосредственно, это, в принципе, повышение ваших знаний. Я понимаю, что за один курс невозможно, вот там, значит, один, кто-то у меня там с тренировок прошел один курс, кто говорит, что вот я теперь профессионал эндокринологии. Я говорю, слушай, ну, как бы, может быть и профессионал, но в каком-то понимании ситуации. Хотя я вот честно говорю, вот даже вам могу изнутри ситуации рассказать, что в эндокринологии есть такая вещь, клиническая эндокринология, ну, там, штавит, куличец, афтонидиабет, и тому подобное. Есть так называемая фундаментальная наука со смежными направлениями, в частности, физическая активность. Вот обычного эндокринолога вы спросите, он вам не ответит, что происходит в организме. Потому что это тоже не обучает. Я как-то один раз на сцене, они говорят, вот скажите мне, пожалуйста, про щитовидную железу. Он называет, скажите мне, пожалуйста, про паращитовидную железу, про диабет и так далее. Я начинаю задавать вопросы об одномендном процессе, соответственно, даже просто про жеение элементарно, никто толком ответить не может. Потому что этому не обучают в институте, а именно в ординатуре. В основном акцент делается на клиническом медицине. Поэтому такая зашоренность у эндокринологов тоже не в принципе от того, что они, может быть, глупы или не глупы, а просто у нас это не образовывает. То есть не обучают специалистов. И потом уже теряется необходимость обучения, наверное, потому что задача немножко другая в клинической практике, а не эндокринология и фитнеса. Правда же? Значит, поэтому я вас уверяю, то, что мы сегодня пройдем, это будет для вас дополнительным материалом, который во многом поможет для того, чтобы вы более эффективно работали со своими клиентами, со спортсменами. И я затрону вопросы еще о питании немножко. Правда, я не совсем люблю уходить на тему эндокринологии в рамках темы эндокринологии и фитнеса, но постараюсь, какие там вещества влияют на гормональный статус. Потому что очень много всяких разных линфов, легенд, я хотел бы просто немножечко так проговорить. Ну и в конце, буквально, если у нас там время останется, можно немножко поговорить про допинг в современном спорте. Нет, закончите. Потому что самое последнее, что необходимо рассматривать в рамках раздела эндокринологии и фитнес, потому что даже если потенциально я условно сделаю семинар допинг и профессиональный спорт, или непрофессиональный, хотя чаще всего непрофессионал использует его, у нас займется тоже 8 часов. Поэтому тут невозможно все сразу захватить за один семинар. Ну и, собственно, когда мы говорим о допинге, мы должны понимать, что такое вообще гормоны, как они работают, какая дезадаптация возникает, на фоне физической активности или адаптация. Поэтому, наверное, это надо смотреть в рамках комплексного подхода. Ну и, собственно, самое начало, я всегда начинаю, пока мы будем потом проходить по каждой системе, как она реагирует на физическую активность, будь там гипоталангипофизарная и напочниковая система, будь как щитовидка реагирует, как гормон роста реагирует, как гормон про локтины и тому подобное. Все это мы потом обобщим и выведем какие-то формулы, что нужно делать, чтобы спортсмен или клиент более-менее нормально правильно тренировался. Понятно, что есть очень много моментов, которые не только физической активности определяются. Вы это прекрасно знаете. Что такое стресс? Это стресс не только физической активности. Ну да, это внешняя свяда. Вот если у вас психологический дополнительный стресс, если у вас еще физический стресс, это все удваивает, называется синергизм действия. И, например, один и тот же спортсмен, если у него в семье проблемы какие-то, а у этого нету проблем, при этом они одинаково тренируются, то у этого будет у кого в семье проблемы, будет падение результатов, которые отягощаются еще физическая активность, или наоборот, чтобы друг друга отягощать. Поэтому нужно понимать, что физическая активность – это только лишь компонент дополнительный, который можно учитывать в своей понимании проблематики и их, конечно же, гормоны в этом плане, конечно, вам поможет. Значит, гормональная, нервная, иммунная система является адаптивной системой. Что, если что-то на вас будет действовать, это все позволяет вам адаптироваться. Именно они. То есть это не… Понятно, что кто-то там, например, невролог, это нервная система. Но я скажу так, это комплексная адаптивная система, которую нельзя оторвать гормональную, неэндокринную, то есть она называется неэндокринная система, иммунная система, потому что это позволяет нам выживать. Начать можно с того, что гормон достаточно давно был введен в наше понимание клиницистов, но однако до конца или середины 20 века эндокринология развивалась как сугубо физиологическое направление. То есть все достижения, исследование гормонального статуса, выявление пролокина, синтез тестостерона в 1934 году, это было больше приобретение физиологов, людей, которые занимались фундаментальной наукой. На самом деле, если вы почитаете всех, кто пооткрывал эти исследования, то есть все гормоны и тому подобное, это физиологи или люди-биохимики, так называемые, да, или биохимики. Мы знаем, что микроэндокринология, вообще, например, бум произошел после Ленуса Полинга, который получил несколько мобильских премий, соответственно, в связи с доказательством влияния витамина С на иммунную систему, потом, правда, развенчали это все. Ну, в любом случае, мы должны понимать, что такое даже направление было направлено, это, правда, не совсем эндокринология, но очень рядом находится, особенно касаемо современного подхода к лечению тестостеронных заболеваний. Однако, вот, впервые термин был предложен, значит, в 1902 году были самуставлены, они, кстати, описали вещество, которое уделяется в кровь, и действуют как бы на периферии. То есть, гормональный принцип, он в чем заключался классически? Вот, в отличие от ферментов, которые выделяются, например, вы принимаете пищу, да, и у вас в кишечнике или в желудке начинают появляться различные вещества, да, значит, ферменты, да, ну, допустим, там, не знаю, какой-нибудь липаза, да, то есть, который способствует распаду жиров. Соответственно, это происходит внутри самой полости, да, и происходит распад, и дальше за счет распада все всасывается. То есть, условно говоря, вы не можете протащить целый, скажем, шкаф через маленькую дверь, вам надо его разобрать, чтобы то же самое происходит. Здесь организм, как бы, получается, такой, имеет определенную систему регуляции. То гормональная система, она говорит в том, что все выделяется в кровь, да, классический вариант, выделилась кровь, и через кровь поступает для клетки мишень. Ну, например, щитовидная железа. Гормон Т4 выработался, он попал в кровь, дошел до клетки, превратился в Т3, там, соответственно, и подействовал на периферическую клетку. А ТТГ это все регулирует, об этом я сейчас буду говорить, соответственно. Вот, собственно, механизм был, ну, скажем так, понимание вот такого механизма уже, в принципе, тогда было в начале 20 века высказано. Сейчас определение звучит следующим образом, но оно не менялось достаточно долгое время. Это химическое вещество, гормон, которое небольшим количеством выделяется в кровь и после переноса крови вызывает типичный физиологический ответ в различных органах ткани. По сути дела, гормон вызывает один и тот же ответ. Неважно, чем он выделился. Бывает мутация клеток. И та клетка, которая в норме не вырабатывала, например, условно, какой-то гормон, начала вырабатывать гормоны. И все равно, если она будет вырабатывать этот гормон, он будет вызвать одну и ту же реакцию. Ну, например, гормоны щитовидной железы. Что они делают? Они обеспечивают обменный механизм, они обеспечивают образование ТФ. Ну, прежде всего, да, то есть, соответственно, или, точнее сказать, не образование, а, скорее, больше такой процесс образования и распада, да, соответственно. То есть, это энергетический, то есть, такой универсальный регулятор. Гормон тестостерон, да, то есть, обеспечивает анаболическое действие. Веревизацию, там, мужчин, обеспечение, там, анаболического эффекта, там, в этом нечего, как говорили, там, демопоэтического, то есть, синтез. Если какие-то термины непонятны, я сразу говорю, я могу переходить на такой полуфизиологический медицинский жаргон, вы меня прерываете, скажите, что вам непонятно, я сразу перейду. Но я постараюсь, все-таки, более такой процесс. Демопоэс – это синтез крови. То есть, синтез крови. Да, участвование в синтезе крови, соответственно, и так далее. То есть, каждый имеет определенное. То есть, это какое-то химическое вещество, которое попадает в кровь и доходит до клетки и вызывает одну и ту же типичную реакцию, зависимость от гормона. То есть, это все одно и то же. Есть определенные правила, соответственно, влияния этих гормонов. На сегодня, раньше думали, что это классический вариант. Вот попал гормон в кровь и пошел через покрови до органа мишени, соответственно. Сейчас оказывается, что существует масса других эффектов. Сам гормон может влиять на соседнюю клетку. Вот клетка может рядом располагаться, которая будет влиять на другую клетку. Может сам же гормон на себя же, то есть, клетка на клетку влиять. То есть, целая система регуляции, вот эндокринный механизм, когда процессы происходят непосредственно в самой клетке. Особенно это очень интересно для спортсменов, потому что, например, система регуляции гормона роста и инсульноподобный фактор роста 1, она имеет не приклассическую систему регуляции, она еще имеет периферическую систему регуляции на уровне мышц. Мы об этом будем говорить. Это действительно очень важно, потому что сама физическая активность стимулирует выброс гормона роста. И есть еще вещества, которые стимулируют гормон роста, и состояния, которые стимулируют гормон. Например, гипогликемические состояния могут изменять сопоотношения СТГ, то есть гормона роста. В данном случае это интересно, что ради системы регуляции в последнее время их 5, но классически это кровяную. Вот попал в кровь и пошел туда, перед клеткой мишени. Вот вам клетка, вот вам железа, вот вам клетка, железа выделила гормон, ну под действием, вызвал ту реакцию, которую хочет получить организм. Будь это адаптивная реакция, будь это метаболическая реакция, будь это анаболическая, в зависимости от возраста различные соответственные эффекты могут быть этих гормонов на организм. Вот существует 10 принципов, вы не записываете их, или, так сказать, я не буду их проговаривать, у вас, возможно, они есть, не знаю, вы их обязательно изучите, потому что они на самом деле очень, и каждый принцип нужно прям прочитать подробно. Потому что смысл регуляции заключается, может быть, это вам и не нужно будет с точки зрения понимания, но эндокринная система имеет характерный, скажем, механизм регуляции. Кстати, в медицине есть такой миф, что эндокринология такая непонятная наука. Что-то непонятно в медицине, отправляйте к эндокринологу, то есть он там разберется. Вот на самом деле это неправо. Вот в эндокринологии все как раз понятно. У нас есть четкие системы регуляции, четкие системы регуляции, в отличие, например, от некоторых направлений иммунологии, мы не понимаем, как все организмы можно повести. Поэтому, например, неврология. Вроде бы все знаем, а лечения никакого нет. То есть вроде бы все механизмы знаем, а лечения, например, как мы лечим неврологически? Да никак мы их не лечим. Холод, голод и покой мы лечим. Ну или там аноотропы, которые не имеют никакую доказательную базу и так далее. То есть поэтому я к чему говорю, что в эндокринологии тоже много пробелов, лечения и так далее, но у нас есть понимание физиологическое. Если человек хорошо разбирается в механизмах регуляции в эндокринологии, ему, в принципе, эндокринология вполне по силам ее изучить, она не такая сложная в плане самого глобального восприятия. Значит, если мы говорим глобально, как действуют гормоны, допустим, мы поняли, что гормон – это химическое вещество, уделяющее какой-то железой. Кстати, какая самая большая железа в организме? Читовидная железа. Это уникальная железа, которая самая большая и легко определить руками попальпировать. Понятно, что мы средне ковид, на УЗИ только, то есть на руки не ориентируемся, мы на УЗИ еще отправляем или сами сразу на приеме делаем. Ну, в данном случае уникальная железа, которая вполне достаточно легко пропальпировать. Так вот, мы поняли, что гормон выделяет какой-то железой, влияет на клетки, есть система регуляции, есть еще внутренняя система регуляции. Однако глобально, чтобы вам не заморачивать голову в плане гормональной системы, гормоны влияют или выполняют четыре функции. Первая функция – это уровень, обеспечение уровня метаболизма, анаболическое, катаболическое действие питательных веществ. То есть, чем больше преобладает анаболическое, человек набирает массу, чем больше катаболическое, больше будет терять, или там, в зависимости от того, разные гормоны по разному действию. То есть, есть так называемые катаболические гормоны и анаболические. Набор – все. Это первая задача, которую вы должны запомнить. Второе – это поддержание водно-электролитного баланса. То есть, это все электролиты, калий, натрий, магний, объем, циркулирующий кровью в крови вашей, поддержание артериального давления, в том числе, лежит на плечах, в комплексных плечах эндокринной системы. Как вы понимаете, если, например, выключится эта система, человек умрет. Понятно, что не все органы выполняют эту функцию. Например, на кочнике, если удалить человек, помрет сразу. От кочников недостаточно. Щитовидка нет. Щитовидка не является жизненоважным железом. Если человек удалит, он не умирает. Но за то качество жизни меняется из-за того, что нарушается анаболит. Третья функция – это обеспечение роста и развития организма. Все мы прекрасно знаем, без гормонов ребенок не будет расти вообще. Да и в принципе, как вы понимаете, здесь некоторую можно стрелочку поставить. Что еще определяет, в том числе, гормональная система участвует в этом процессе старения. Поэтому не случайно, неоднократно вы можете встретить в литературе, назначайте гормон роста, вы, например, что-то еще, вы не будете стареть. Проблема геронтологии и, так называемый, поиск геропротекторов, в том числе в эндокринном направлении, заключается в том, что нет доказательной базы на этот счет. Если бы мы знали бы, конечно бы, мы, может быть, и использовали. Потому что, на самом деле, основная проблема, то есть, основное, наверное, геропротектор – является образ жизни. Если вы не пьете, не курите, идите правильно, физически постоянно правильно занимаетесь. Если у вас нет каких-то психологического воздействия на стрессы и тому подобное, постоянных каких-то, которые разрушают ваш организм, тогда, вполне возможно, у вас будет гораздо более в плюс. Очень самая главная позиция, как вы думаете, какая... Есть же сон, это хорошо, если бы возьмем эндогены, внутренние, от которых вы никак не измените. Вы их не измените, генетика. Стресс – это внешняя причина, а генетика – это внутренняя причина, вы ее не измените. Генетика имеет первоначальное, даже значение, она базово находится. То же самое здесь. Поэтому это вторая, третья задача – обеспечивание роста развития и, возможно, активное участие в процессе повторения. У меня есть даже такая лекция, посвященная активному долголетию с точки зрения врача-эндокринолога, ну и реализация репродуктивной функции. Все, что вы здесь представили, это глобально четыре задачи эндокринной системы. То есть то, что там 10 принципов работы, или как там работает та или иная железа, это все, знаете, так, можно запутаться и забыть про это все. Я так тоже надо сижу, вроде бы в профильное направление, сижу, слушаю, и через, там, не знаю, день я там начинаю забывать, что мне это сказали на самом деле. Но главное, чтобы запомнили, что четыре функции, которые обеспечивают данные гормоны. И обратить внимание, что это основные с точки зрения физической активности, ну и второе – это физическая активность. Какие гормоны существуют? Глобально их делят на три группы больших. Первое – это стероидные гормоны, вы их прекрасно знаете. В фитнесе индустрии они вообще, в принципе, хотя сейчас, по-моему, там все известно. Значит, андрогены, эстрогены, прогестины. Значит, андрогены – что такое? Прежде всего, эстрогены, да? Эстрогены, ну, тут стадиопрогестины – это гистогеновый прогестерон, всем известно, да? Глюкокортикостероиды, кортизол – классический представитель. Соответственно, это стероидный гормон, у них есть общий предшественник – холестерин. Абсолютно все имеют один и тот же предшественник. В зависимости, где они начинают образовываться, то, что в каждом органе, например, на почечнике, в определенных зонах, есть определенные ферментные системы, которые с холестерина могут по-разному превращать различные гормоны. То есть есть один общий предшественник, но превращаются в него все-таки гормоны. Пептидные гормоны. Инсулин, гормон, рост, окситоцин, вазопресин, соматостатин – тоже всем известные вещи, особенно в современном уже понимании эндокринологии. Честно говоря, пептидные гормоны, кроме как инсулин, плохо изучены в плане глобального. Мы знаем, что такое окситоцин, мы знаем, что он участвует в формировании материнского инстинкта, вырабатывается в гипоталамусе, откладывается в заднюю долю гипотеза. Однако, возможно, у него еще есть куча других функций, точно так же, как и гормон роста. Его изучение сводилось в рамках либо территизации, либо в рамках детской эндокринологии недостаточного роста ребенка. То есть в основном он назначает сейчас официально сам. Однако, возможно, у него есть и другие влияния, которые мы просто не можем изучить из-за того, что это… Давайте так, если про спортсменов сразу, там гормон роста просто поголовно используется, особенно в профессиональном спорте. Неважно, игровики, силовики, там это вообще, это просто стопорно. Я вам могу точно сказать, ну, многие, в общем, используют, не то, что там все, но многие. Другое дело, что, как вы это изучите? То есть, например, там, никакой спортсмен не признается в том, что он использует какие-то препараты. Ну, например, какой-нибудь олимпийский чемпион, там, даже спустя 10 лет, он говорит, друг, отдавай медаль. Сейчас, ну, соответственно, такая… Силовик, да? Да. Само обменил? Абсолютно верно, да. И никто даже в рамках друзья, знакомых, вот меня вот какие-то рассказывали, да никто не признается. Ну, просто потому что я там, ну, гордость не позволит. Это достаточно специфическая вещь. В силовиках там попроще, потому что там понятно, что вид спорта такой, что там, если этого никак, соответственно. Другое дело, что, если бы, может быть, мы его изучили бы, возможно, было бы действительно большое количество преимуществ. Хотя, вот я говорю, целой книги написано, да, соответственно, по поводу влияния гормонороза. Ну, и так далее, да. И аминные вещества, то есть производные аминокислоты. Все мы прекрасно знаем, это щитовидные железы, это катакол аминный, да, соответственно, норадреналин, адреналин. Кстати, норадреналин сильнее, чем адреналин, то есть по своему действию, поэтому мы должны понимать, что и он лучше вырабатывается на почве, а периферическими ганглями, я об этом еще похоже буду говорить. То есть, иными словами, значит, мы поняли, что гормональная система является важной адаптивной системой, выполняет основные четыре функции и вырабатывает три типа группы гормонов, соответственно, на зависимости, в каком органе это происходит. Однако, и аминная система имеет систему регуляции. И вот вам это надо точно запомнить, потому что это очень важная вещь, когда мы говорим о назначении гормональной терапии тому или иному спортсмену, и спортсмену и тому подобное, человеку, здоровому, больному, то есть потому что всякие бывают ситуации на назначении терапии препаратов. То есть есть система регуляции, она конкретно сформировалась уже эволюционно, там есть несколько теорий на этот счет. Я бы не хотел только говорить, что только она существует в системе гормональной регуляции, но есть система, может быть, тут освыше, отрицательная и положительная обратная связь. Вот тут написано достаточно много информации, давайте ее проще вам представим. Вот представьте ситуацию. В организме выработалось какое-то вещество. И выработалось больше, чем надо. Что должен сделать человек, то есть организм, для того, чтобы как-то урегулировать этот процесс? Учитывая, что эндокринная система обеспечивает баланс гомеостаза. Она должна подавиться. То есть есть механизм подавления. То есть вот много гормонов, зачем мне много гормонов, говорит организм, он подавляет гормоны. Соответственно, вырабатывает железа уже в следующий раз меньше. Ну, то есть условно, в следующий раз меньшее количество. Вот, например, если человеку дадите тесострон в большом количестве, к чему вы придете? К тому, что организм понимает. А, у меня совсем много тесострона, дай-ка я подавлю ЛГЭ. Ну и по ЛГЭ заодно, соответственно. Но из-за чего-то тесострон, собственно, мяичками вырабатывается не будет. Поэтому это и боятся, когда назначают, соответственно, препараты тесострона. То есть боятся чего? Гипогонодизма на фоне приема лекарств. То есть так называемые дефициты тесострона, послекарственные дефициты тесострона. Ну, условно, это послекарственные, потому что вы понимаете, что это не лекарство. Не с точки зрения лечения используется. Хотя в свое время и сейчас даже анаболические стероиды, условно, с высокой анаболической активностью потенциально могут использоваться при определенных заболеваниях. Например, при остеопорозах, при кахексии разнообразных и так далее. Вот, поэтому, еще раз говорю, система регуляции проста. Чем больше гормонов, тем механизм развивается отрицательная связь, подавляется какая-то железа первого уровня, из-за чего вырабатывается меньшее количество гормонов. С инсулином не отдельно, я вот как раз в конце чувствую, там инсулина немножко другая регуляция. Там система регуляции связана с участием глюкогона, инсулина и под влиянием пищи, прежде всего, это основные. А это классическая система регуляции, почему я сам в начале сказал, что много, большинство систем регулируется этой отрицательной и положительной обратной связью. Некоторые регулируются по-другому. Сейчас мы про это проговорим. Если, ну, похожая ситуация регуляции, но просто на отличающую. Это больше относится к щитовидной железе, к стероидным гормонам, то есть, ну, не стероидным, а правильно, как к половым гормонам, к надпочечникам, та же система регуляции. Очень похожая система регуляции, ну, отличается, потому что периферия работает, это гормон роста и инсулина подобных факторов, в основном, особенно в период роста ребенка. Ну, в принципе, основные я назвал, вот как бы три основные системы, четыре, да, условно, все остальное несколько по-другому регулируют. Но, тем не менее, глобально, я просто не хотел бы, если, вот, для меня, как андоктинолога, глобально не похоже, даже, как бы, инсулина регуляции. Но, с точки зрения, вот, обычного человека, все-таки, давайте запомним, пока, ну, есть система отрицательной. Есть система положительной регуляции. Если гормонов будет мало в организме, значит, организм говорит, ой, слышите, гормонов-то мало, дай-ка я доработаю. Вот, для каждой системы есть, так называемый, тропный гормон, который обеспечивает регуляцию. Вот, смотрите, давайте, например, возьмем щитовидные железы. Мы все знаем, что? Мы знаем, есть гормоны Т3, Т4. Слышали, да, такие гормоны? Мы их даже оцениваем. А мало кто знает, что ТГ – это вообще гормоны щитовидной железы, териотропные гормоны. Ну, вот, кто знает, что это гормон не щитовидной железы? Териотропный гормон. Териотропный гормон – это гормон гипофиза. Но мы же его смотрим в крови. Девочки точно смотрят. Я вас уверен, вот здесь девочки сидят, вот сколько раз, два, три, четыре, три. Я вас уверен, ну, я про девочек почему говорю, потому что они чаще с патологией щитовидной железы встречаются. Вот, я уверен, что кто-то в раз в жизни сдавал гормон щитовидной железы. Просто сто процентов. Мы, говоря, не знаем, сто пятьдесят процентов, скажем. Если не все, наверное, сдавали. Ну, хотя бы тридцать-сорок процентов сдавали. Такие издавали там ТТГ, смотрели, свободный Т3, ну, там, ладно, Т4, соответственно. А для чего это делают? Для оценки функций щитовидной железы. Так вот, ТТГ не является гормоном щитовидной железы. Это как раз регуляторный гормон, который вырабатывается в гипотезе. Вот, собственно, если ТТГ-4 мало в крови, видите, да, то организм начинает стимулировать выработку ТТГ. Соответственно, да, и наоборот, если гормонов будет много в крови, организм будет подавлять щитовидную железы. Есть определенная система регуляции, уже сформировавшаяся нормами гимнетики, физиологических процессов, как у здорового человека. Она колеблется у каждого человека в рамках определенного интервала. И вот то, что вы смотрите гормональный статус, у вас в боку стоит референсный интервал, нормы. Вот эти нормы, они абсолютно популяционные. То есть взяли какое-то огромное количество людей и сказали, что вот в этой популяции с 0,4 до 4 большая часть людей находится. Вот есть система регуляции у каждого человека. У кого-то там два ТТГ для вас нормально, для кого-то два это уже, ну, условно высоковато. Хотя я считаю, что если в норму вписывать, то ради бога. Понятно, да, в общем-то, чем? То есть система регуляции уже сформировалась, ну, на уровне генетики, на уровне физиологии. И если он начинает смещаться, тогда это уже говорит о патологии. Нужно выяснять. Например, если вы перелетели через, или физиологический скачок, или падение, соответственно, ТТГ. Например, вы перелетели через океан в США, у вас резко увеличился стресс. Вы должны адаптироваться к новым условиям жизни, температуре, к графику, часовому поясу и так далее. Поэтому ТТГ может у вас приподняться, например, вот это прямое место, а потом опять опустится, соответственно. То есть система регуляторная. В любом случае, вот эта система регуляции, она у вас, для вас, конкретно для нас всех. Это система, ну, как вот, вот здесь две руки, две ноги, то же самое есть система регуляции. Поэтому, конечно, влияет. Все взаимосвязано. Сейчас покажу вам это. Все влияет. Нет такого понятия. Нельзя отрывать гормоны все, там, щитовидной железы. Я просто вам на примере, почему я на щитовидке рассказываю, чтобы вам проще понимать, что существует конкретно система регуляции, да, вот большинство гормональной системы. Но что касается половых гормонов, или, там, не знаю, гормонов роста, или, там, ортизола, все между собой взаимосвязано. Друг на друга влияет. Это известный момент. Просто одни подавляют, другие усиливают. Но все равно глобально есть система регуляции, которая повышает мышечную массу, и анаболическое действие вызывает. Например, инсулин, гормон роста, тестостерон, да, условно, да, и, наоборот, катаболический, кортизол, всем известный, да, то есть, катхоламины, то есть, адреналин, орадреналин. Но мы об этом чуть попозже поговорим. То есть, еще раз говорю, глобально у вас регуляция происходит, вот у этой гормональной системы по механизму отрицательной и положительной обратной связи, и тут все логично. Вот так организм так придумал. Это, в принципе, достаточно часто. Вот смотрите, какая система регуляции. Значит, смотрите, вот как раз про то, что я говорил. Значит, это, вы не записываете, это в основном нет такой, это в основном, да, любят. Ну, глобально, в чем смысл? Значит, если у вас есть, значит, вот мы говорим про щитовидную железу, про надпочечники, когда мы говорим про половую систему, система отрицательной и положительной обратной связи, не читайте, я потом об этом подробнее расскажу, они имеют вот тот же ситуацию регуляции, которую я вам сейчас об этом сказал. Единственное исключение, то, что мы с вами обсуждали, и вообще, на самом деле, частично это вот, да, и, кстати, вот еще и гормон роста. Единственное исключение – это инсулин, он немножко по-другому регулируется. Вот тут четкая зависимость с другим ситуацией. Значит, инсулин – это гормон, который вырабатывается в ответ на прием пищи. То есть не от того, сколько у вас там гормонов, инсулина в крови, а на ответ на прием пищи. Это фактор участия в регуляции аппетита. У нас очень серьезная система регуляции аппетита, куда входит инсулин, глюкогон, сама концентрация глюкозы, мы известны, гормон лептин, грелин, соответственно, и так далее. Как там происходит ситуация? Вот вы утром встаете под влиянием того, что у вас под утро вырабатывается кортизол, тестостерон, соответственно. У вас несколько инсулин, ну, собственно, падает в крови. Вы хотите кушать. Значит, в результате чего у вас вырабатывается еще дополнительный гормон глюкозы, и вы идете завтра. Покушали какую-то пищу, она у вас попала в желудочно-кишечный тракт, там есть система регуляции гормональной, называется АКУТ-система, я даже не хочу ее поднимать, потому что ее эндокринологи плохо знают, тем более я вас буду угрузить. Значит, попала в кровь глюкоза, организм, опять-таки, я вам немножко примитивизирую, но вы поймите, я это специально делаю. Значит, вырабатывается инсулин, значит, глюкоза куда поступает? В печень, как только она поступила в печень, часть глюкозы пошла в мышцы и в жир. Но сначала идет в печень, как запад, соответственно. Значит, в крови сахар падает, начинает вырабатываться другой гормон, глюкогон, соответственно, который чуть-чуть сахар опять приподнимает. И вот вместе с инсулином они вместе работают. Более того, когда инсулин выработался и глюкоза пошла по клеткам, соответственно, условно по печени, жир и мышцы, еще дополнительно дорабатывается еще один гормон, называется лептин, который вам выключает лептит. И вы не хотите дальше ездить. Вот, собственно, такая система регуляции, она на самом деле очень упрощена, потому что там участвует огромное количество энтерогастронов, это вещества, вырабатывающие желудочно-кишечный тракт, но я это подробно рассматриваю на семинаре по жрению, потому что это прямая проблема с тем, что нарушается именно система регуляции. То есть там с ожирением конкретно эта система регуляции нарушена. Но, тем не менее, она отличается от механизма отрицательной обратной связи тем, что, скорее всего, это отдельная система, которая формировалась для обеспечения другой пункт, именно получения питательных кое-чества в содержащей среде, а не для того, чтобы обеспечить гормоносказ. То есть это для того, чтобы пошли, поели и все там сделали. Поэтому глобальная система регуляции достаточно, в эндокринологии достаточно такая, ну, большая направление, но глобально эта система запомнит отрицательную положительную обратную связь. Что же влияет на... Мы поняли, что есть система регуляции различная на различных, прям, закономерностей определенных, вырабатываются разные гормоны, есть, мы знаем, что классические эндокринные влияния через кровь происходят. Однако на гормональный фонд что влияет? Влияет все. Вот вы сегодня встали, например, не выспались, там, три часа поспали, значит, у вас уже будет падение тарцестрола на подокре. Вы будете гораздо... Ну, и кортизол повысится. Так как для вам тяжело встать, соответственно, организм начинает вас пробуждать путем того, что увеличивает, например, ваши резервные способности. Знаете, там, раньше говорили, на щитовидке тянет. На самом деле это не совсем верно, потому что он не на щитовидке, он тянет на точниках, да, и еще симпатическая система, соответственно, как поломинус, потому что они между собой работают, мы об этом поговорим. Зависит от пола, от возраста. Чем старше возрасте, тяжелее, там, например, выполнять ту или иную деятельность, и гормональкон, все думают, что мы стареем только внешне, мы внутренне стареем, у нас метаболическая старость тоже развивается, поэтому когда там женщина говорит, я там 20 лет ела все подряд, а теперь в 30, в 40, там, и так далее, или в 50, когда у него там менопауза развивается и там подобное, она говорит, что-то я ем то же самое, а теперь толстее, ну, конечно, как вы хотели. Я, кстати, исследование прочитал, нам достаточно 25 калорий в сутки съедать, да, 25 калорий в сутки дополнительно, на килограмм, вот просто 25, у вас, например, 2000 калорий в сутки вы ежедневно едите, и вот если вы будете при низкой физической активности, или если у вас еще дополнительный фактор будет влиять, доедать дополнительно 25 калорий в сутки, то есть один кусок хлеба, вот такой, то вы будете толстеть в год на 3 кг. Особенно, если у вас метаболическое старение развивается. Нет, ну, если вы будете есть 50, значит, у вас будет, соответственно, 6. А так, нет, ну, можно. На самом деле мы потом чуть затронем вопрос питания, потому что что... Нет, ну, нет, ну, поймите, я вам говорю о лимитике доказательную медицину, то есть она не подразумевает то, что там какой-то конкретный случай или там подобное. Ну, просто взяли, исследование провели, сказали, что человек, который ест 25-30 кг. И он прибавляет на 3 кг в год. Все, больше ничего. При особенной возрасте. Сбрали в возраст там порядка 30, я скажу, 30-50 лет. Вот такой промежутый. Соответственно, ну, вот обычный человек, даже не средний возраст. Потому что средний возраст, мы понимаем, что это 45 и так далее. Поэтому сейчас мы уже, оказывается, что 65 уже, там, 65, особенно в современной медицине, что в среднем возрасте, в среднем возрасте, поэтому молодые, по-моему, люди, соответственно. Вот, понятно, что там есть четкая ремарка такая, что надо учитывать еще дополнительные факторы, но тем не менее это тоже. Да, потому что... Конечно, да, соответственно, поэтому в любом случае... Но я могу вам сказать так, если вы будете с избыточным весом или сбросили вес с избыточного, ушли в нулевую стадию ожирения, то есть не человеку, нулевая стадия ожирения, то есть вы имели стадию ожирения первой степени, да, соответственно, вы, вероятнее всего, как раз попадете по на ту систему. То есть 25 килокаллит в сутки. Поэтому я вас уверяю, что все мы с возрастом будем прибавлять, и всегда мы будем иметь риск обойти к избыточному масштабу. Выдел, как живем. Вот. Ну, возможно. Значит, возраст, ментальное здоровье, обязательно, это должно быть очень важная вещь. Вот я буду тут вообще красная линия говорить о ментальном здоровье. Когда мы говорим о здоровье, это не только физическое состояние человека, это и ментальное состояние человека. Если у вас психологическое нездоровье, получается, вы постоянно находитесь в риске повторных каких-то проблем, соответственно, в том числе и заеданием стрессов, и проблем, соответственно, с физической активностью однозначны. Хронический стресс уже и изучен, и одновременно не изучен, потому что очень много последствий и до конца непонятно, что с этим делать. Этнические факторы, циркодиарные ритмы, да, то есть это все зависит, например, утром поднимается, вечером опускается. Кортизол утром повышается, вечером опускается. Поэтому мне рекомендовано заниматься в 10-1 часов вечера с позиции физической активностью. Не утром, а в течение где-то примерно. А там как говорят по исследованию? Мне прям утром не надо заниматься, вы поели через какой-то позавтрак, или где-то в районе 11, в идеале с 11 до 5 часов дня. Ну, это кто? Ну, да, 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 самый оптимальный вариант. Другое дело, что кто-то там, например, работает, но хотя бы за 4-5 часов досу. То есть не надо этого делать, потому что об этом мы говорили, эти ночные легии и все там подобное, это не физиологично, скорее для интереса играется, но не для здоровья. То есть, или, например, у нас есть лифтерский зал, по ночам занимаются. Я говорю, слушайте, а это вообще нормально? В чем это тренироваться, тренироваться занимаются? Я говорю, это неправильный совершенно подход в тренировочном процессе. Поэтому очень нужно это учиться в своей работе тоже тогда. И поэтому, если у вас клиенты, которые могут перераспределять хотя бы свой график на первые полные дня, ну, как-то попробуйте с ним проговорить в момент, потому что они имеют большое значение на самом деле, в восстановлении, в том числе и так далее. Если у вас две тренировки, день обязательно, делайте промежутки хотя бы 3 часа. Об этом очень попозже поговорим. Значит, окружающая среда, понятное дело, если он там, не знаю, в запыленных китае, в Пекине живет, конечно, там у него будет тяжелее восстанавливаться и так далее, потому что он будет дышать всякой ерундой. Поэтому, если он будет, не знаю, как в Роке, ехать в Сибирь или там горным воздухом, дышать может быть лучше. Ну, и мы знаем, что есть определенные даже подготовки спортсменов, там будет сколько горя, там и так далее. Тоже небольшое значение. Стресс, сон, то, что мы говорим, питание, это тоже красная линия, с которой вы должны точно работать. То есть психическое здоровье, питание, обязательно в порядке. Ну, на самом деле, все, что написано, это надо все учитывать. Потому что на перцедивная поддержка она была. Слышали спортивную трессологию? Это спортивную трессологию, это направление, как добавить, да, нет, ну, вдруг вы не шутите, откуда я знал. Ну, это я не сказал, что такое микробиота, вы тут говорите, типа, что это микробиота, я сначала не сказал, что это микроорганизмы, живущие в вашем кишечнике. И, причем, пару раз даже повторил во время лекции, а потом он задал вопрос, почему вы говорите про микробиоту, мы даже не знаем, такой термин, микробиоты. Я говорю, слушайте, я же вроде как сказал про этот термин, во-вторых, в общем-то, надо термин допоминать, да, когда мы говорим, да, там правда в рамках ожирения это все было. Значит, смотрите, положение тела, условия хранения материалов, ну, это как бы обработка, это скорее то, что как забор материалов происходит. Ну, и, конечно, самое главное, физическая активность, в которой мы можем тоже, это, кстати, вот эта часть, вот это положение тела, условия хранения материалов, это вопрос о погрешности в лабораторных, когда вы задаете анализ, и вам там какой-то какой-нибудь приходит высокий, соответственно, это тоже имеет значение, обратите внимание, даже в целых рекомендациях об этом говорить. Если анализ непонятен вам, один анализ не анализ. Даже в рекомендациях в алгоритмах переделать, если вам что-то непонятное на самом деле. Даже эндокринологи об этом говорят на различных мероприятиях. Но физическая активность имеет огромное значение, и питание, физическая активность и психологическое состояние являются ключевыми для продления вашей молодости, красоты, может быть в каком-то смысле. Адекватность на самом деле здесь сложная вопрос, потому что адекватность передается, мне кажется, еще многими другими факторами. То есть самая генетика и многими всякими вещами. Это как вот состероидный психоз. Он же не у всех развивается, да, соответственно. Когда анополический стероид используется, развивается в психотических состояниях, хоть до убийства людей. Ну, да, тут все описано. Просто у кого-то он развивается, у кого-то нет. Долго думаешь, что ассоциация с анополическими стероидами потом понимает, что это наслоение влияния анополических стероидов на тип личности, его психопатии, вокурнители, отклонения и так далее. Поэтому люди, не все бегают, там людей-то правильно забивают. Соответственно, а есть вот там много случаев написано, когда на фоне использованных препаратов, и так далее, такие вот состояния. Но это абсолютно не закономерно. Ну и, собственно, уже перешли с основной тематикой. Мы поняли, что гормональная система... Значит, Вы понимаете, что гормоны, это невозможно вам гормональный статус. Сейчас рассказать за вот этот семинар всю эндокринологию. Это невозможно. Я просто вовлел, что есть система регуляции, есть определенные гормоны, они очень от меня чего зависят. Мы не должны его вычленять из общего количества. Тут гормоны, и все, на этом вся история. Вот часто тренера или спортсмены говорят, ну да, мне гормон, там или что еще, я хочу вот там восстановиться, там еще что-то, я хочу допинг, там и так далее. Ну и все, если человек некачественно живет, у него неправильный сон, неправильно питается, неправильно тренируется, гормон ему даже хуже сделан. Поэтому вот это повальное использование препаратов для направления на наращивание мышечной массы, неправильное использование этих веществ, заканчивается тем, что человек будет находиться не в адаптации, а еще больше адаптации перетенированности, это высокая степень норматизации изнашивания организма и никакого там здоровья нету, там скорее антиздоровье, в количестве, поэтому мы должны понимать, что это только лишь один из компонентов, и если вы можете правильно регулировать хотя бы вот этими компонентами, без использования каких-то использований препаратов, вы уже, по крайней мере, сможете как-то более правильно работать с пациентами.